Мы начали сегодня рассказ, в котором считаются отдельные фотоны. И вот те 15 тысяч фотонов, которые стоят, 15 миллионов фотонов, которые взводят Максим Сибирьев, они все задокументированы, известно время, энергия и направление, с которыми фотонки шел. Так, как это было, они все записаны. А, конечно же, переходя в более низкий эпичный диапазон, они делаются гораздо больше по потоку фотонов, там геи, да, сейчас квадратная жизнь, это ядко рассказать, ее миллион квадрат в секунду приходит только через квадратные сентября. Так что это совсем не величие. Ну, неважно, мы переходим в область уже совсем другую, мы идем к самым многочисленным и очень интересным объектам Вселенной, звездам и планетам, конечно, на которых мы с вами очень радостно живем. И Сергей Анатольевич Ланзин, профессор, в том числе, наук, расскажет нам сейчас о очень интересных процессах зарождения звезд и планет. Сергей Анатольевич Ланзин, профессор, в том числе, наук, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Значит, итак, а сверху не надо? Это так положено? Давайте я расскажу. Давайте. Давайте. Значит, оказывается, что, если не говорить о всех экзотических формах материи, темной материи, или там темной энергии, светящееся вещество в основном сосредоточено в звездах. И оказывается, в свою очередь, что звезды по небу в пространстве расследованы неравномерно. Собраны в гигантские звездные кучи, которые называются галактики. И каждая такая звездная куча отстоит от другой звездной кучи, как правило, на расстоянии много больше ее размеров. То есть это действительно, как было в свое время названо, звездные острова Вселенной. Вот наше Солнце, мы с вами входим в состав галактики, который называется «Наличный путь». Но мы сидим внутри нее, и как жителю дома, который сидит внутри, ему трудно получить представление о внешнем виде этого дома. Поэтому мы смотрим на другие галактики. Ну вот, давайте посмотрим на одну из ближайших нам галактик, до которой идет один миллион световых лет. И галактическим меркам где-то почти за углом. И вот эта самая звездная куча, она очень похожа на ту, в которой мы с вами живем, галактики Млечной кучи. И мы видим, что она состоит из большого путьа. Так, все, я буду делать сейчас, я буду использовать. Не хотят, но видно, а потом перестану. Значит, мы видим, что все звезды, которые там есть, они сливаются для нас на этой фотографии, на это изображение в одну сплошную полосу. Ну, на самом деле, если внимательно посмотреть, то видно, что между звездами пространство находится от нее межзвездное вещество. А пространство между звездами не пусто. Ну, это как посмотреть. То есть, если с точки зрения физиков, то оно абсолютно пусто. Значит, в среднем в межзвездном пространстве может быть там один атом в кубическом сантиметре. Значит, это десятка миллиардов раз более глубокий вакуум, чем можно получить в самых лучших земных лабораториях. И, по-видимому, в оборудовании в будущем такой вакуум получен не будет. Но масштабы здесь тоже действительно экономические. А именно, вот, скажем, свет от центра до края идет примерно в 100 тысяч лет. Значит, объемы громадные, поэтому даже при такой ничтежной плотности масса этого газа очень велика. и составляет порядка несколько процентов от массы всех звезд и всей галактики. Ну, скажем так, 95% составляют звезды и вот 5% газ, межзвездный газ, как мы уже упоминали, который вроде как разъездный, но, тем не менее, его много. Ну, значит, кроме вот этого самого газа мы видим светящуюся... Ой, это что? Ну, я не знаю, о чем я говорю. Значит, меня... Светы, наверное... Случши какую-нибудь лукавку. То есть, я сейчас могу сделать. Значит, кроме вот этого газа, который светится за счет того, что поглощает излучение и набивается окружающими мозгами, есть еще где-то совершенно чем-то какие-то темные вот такие вот прожилки. Вот такие вот темные прожилки. Это межзвездная путь. И она в сегодняшнем рассказе будет играть весьма существенную роль. Значит, если представить себе, что мы живем вот в этой галактике, которая представляет опия нашей предпологи, то мы находимся где-то вот здесь. То есть, не в центре, не на совсем направлении, а так. Где-то так. Посерьезно. То есть, место наше ничем не выглядело, довольно обыденное. Значит, и свет до центра галактики идем. Мы видим этот центр галактики, про который Максим говорил. Где-то там, ну, с 8, 20, 20, 20 лет назад, назад. Это плоская система. Довольно плоская система с центральным утолщением. Вот где-то здесь, в центре, небольшое утолщение есть. Значит, ну, что-то, как две тарелки, сложенные там. Что-то такое вот. Представляете себе, что мы находимся вот где-то здесь, в этой самой центральной плоскости. И тогда, если мы будем смотреть в разные стороны, то, когда мы будем смотреть как видикулярно вот наши галактики в направлении, то мы будем видеть сравнительно мало. А когда мы будем смотреть в плоскости галактики, во все стороны, мы будем видеть очень много. И вот так оно действительно и есть. Если мы посмотрим на наше небо, то мы увидим вдоль всего неба вот так идет большая полоса, которая называется Бречнику. Ну, давным-давно, со времен Галилеи, уже стало ясно, что вот эта вот светящаяся полоса в телескопе видна, распадается на множество звезд. То есть, это действительно вот плоскость, наша галактическая плоскость. И вот мы ее посмотрим. И в ней мы тоже видим в этой галактической плоскости вот такие вот прожилочки. Вот такие темные прожилочки, какие-то вот своеобразные такие вещи. Это межзвездная пыль. Это межзвездная пыль, которая представляет собой нечто, о чем я сейчас скажу, мелкие частицы, состоящие из элементов самых разных, об этом сейчас тоже пойдет речь, которые поглощают свет. И звезды, которые находятся дальше, чем вот эти плитки, они, их свет поглощается, и мы видим темные провалы. Ну, вы знаете, что на протяжении последних тысяч лет перед человечеством стоят две основные проблемы. Первая, куда деваются деньги, и вторая, откуда берется пыль. Ну, астрономы, как бы, смогли разобраться частично со вторым разумным вопросом, они, по крайней мере, смогли понять, откуда берется пыль в межзвездной среде. Итак, пыль. Значит, если толщина человеческого волоса где-то примерно 10 микрон, микрон – это тысячная доля миллиметра, 10 микрон, то характерный размер в межзвездной среде пылина – это где-то одна десятая микрона. То есть, в сотню раз меньше толщины человеческого волоса. Значит, поскольку пылинки поглощают свет звезд, то на просвет можно определить, из чего, собственно, эти пылинки состоят. Они по-разному будут поглощать свет в разных геомозонах, и удалось выяснить следующее, что у этих пылинок есть ядро, которое состоит из атомов углерода, кремния, маркния, железа, а вокруг этого ядра, мантия, так называемая, это оболочка из замерзших газов, значит, главным из которых является водяной лед, значит, СОО, газ, ну, вот здесь еще нарисованы метан, аммиан и так далее, самые разные газы. Тут же есть вкрапления и органических молекул, и достаточно сложных органических молекул, есть, значит, и, судя по всему, именно вот в этой самой поверхности этих пылинок они образуются. Значит, по причинам, которые станут, чуть позже вам понятно, значит, оказывается, что примерно вот такие мирзвездные пылинки должны быть в кометах. Кометы должны состоять вот из таких мирзвездных пылинок, окруженных ледяной вот такой оболочкой. В свое время был запущен космический аппарат Стардаст, который, звездная пыль, который, значит, вот подлетел к одной из комет, Вайлд-1, по-моему, она называлась, значит, у него была ловушка, и в этой ловушке застряли частички вот этой кометы, потом аппарат вернулся в земле, сбросил эту ловушку на землю, и вот это одна из пылинок этого зеленца, изображена, которая была захватена кометой. Вот, значит, характерный размер, например, в виде амин-микробов. Вот одна из таких пылинок. Значит, если... Дальше я поясню, почему, так сказать, вот такая пылина для нас представляет интерес, почему именно из комет надо было где-то все доставать. Были люди, кстати, эксперименты по добыче вот таких вот пылинок. Когда одна из комет прошла недалеко от земли, за них тянулся вот этот вот пылевой хвост, газопылевой хвост, был поднят космический аппарат со специальной ловушкой в земную атмосферу, самолетом. Значит, и он тоже удалил вот эти пылинки и тоже поймал нескольких пылинок вот от этой кометы. Так что вот эти вот пылинки мы, собственно, можем уже изучать в образовании. Так вот, как образуется та самая пылинка. Опять идет, значит, заскакивая вперед, как всегда в астрономии все приходится пересекаться, все взаимосвязано. Значит, оказывается, что пыль образуется в процессе эволюции звезд. Дело в том, что звезды светят. Большинство, во всяком случае, звезды светят за счет того, что происходят термоядерные реакции в их недрах, и в ходе этих термоядерных реакций элементы преобразуются один к другому. Самое простейшее – это водород, столкновение атомов водорода, ядер, точнее, атомов водорода приводит к образованию ядра гелия. Ядра гелия сталкиваются, образуется углерод, ну и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до ядер железа и даже дальше, то есть, в принципе, рам и тому подобное. Значит, это все происходит в центральных областях звезды, которые наиболее горячие, но и наиболее глубокие. Но существует процесс переноса тепла, называемой конверсией, который перемешивает заодно и вещество и выносит продукты ядерных реакций во внешние слои звезды. А у звезд типа нашего Солнца вот эти внешние слои потом медленно растекаются во все стороны, образуя вот здесь нарисована планетарная гуманность, так называемая подсвеченная центральным оставшимся горячим бедром. Значит, а у более массивных звезд происходит в конце жизни взрыв, и значительная часть звезды просто, в том числе обогащенное вещество термоядерных реакций, разлетается в окружающее пространство. Естественно, температуры высокие, и поэтому углерод, кремний, магний, там, железо, все что угодно, а не только водород, керек привычные нам, они будут в форме газа. Это будут газообразные, так сказать, газ, состоящие из разных вещей. Но дальше газ, расширяясь, начнет конденсироваться, подобно тому, как газ, вылетающий из турбины реактивного самолета, обогащенный парами воды, именно парами, и попадая в холодную атмосферу земли, значит, происходит конденсация вот этих самых паров в мельчайшие кристаллики. Точно так же и здесь должна происходить конденсация вот этого самого углеродного газа, кремниевого и так далее, и так далее, в мельчайшие вот такие вот агрегаты, в мельчайший снижин пыли. То есть вот так по минимуму образуются углеродные, ремниевые, магниевые, железные ядра вот этих самых пыли, о которых я вам говорил. Значит, и вот перед вами одна из таких вот газопылевых туманностей небольшого сравнительного размера, всего-то парсек, парсека 3 векового года, значит, вот в поперечнике отсюда до отсюда где-то вот свет идет примерно один год, а масса всего этого где-то примерно в три раза больше массы нашего Солнца. Это газопылевое облако, достаточно плотное, обособленное, и оно может жить достаточно долго, потому что, с одной стороны, сила стекотения стремится сжать этот облако, а с другой стороны, сила газового давления стремится этот облако расшириться. Оно стремится разлететься как в этот облако. И вот баланс двух этих сил обеспечивает механическое равновесие вот этой вот такого вот газопылевого облака. вот такой копатный облак, оно называется Глобула. Оно впервые было открыто, и держит, который его открыл, написал, что он нашел дырки в небе. Действительно, если мы будем смотреть в фактическом диапазоне, в видимом диапазоне, то просто мы видим, что вокруг звезды есть, а вот тут вот звезд нет. Но если посмотреть на ту же самую область в цифрокрасном диапазоне, а надо сказать, что пылиники поглощают в видимом диапазоне сильно, а в цифрокрасном гораздо слабее, и чем больше длина волны, тем меньше они поглощают, то мы тогда увидим те звезды, которые находятся дальше. И по тому, как просвечивают звезды, насколько сильно ослабляется их свет, нужно определить распределение плотности внутри вот этого образования, и понять, как оно устроено, физические параметры. Ну вот, такие образования могут иметь самые... Они могут иметь самую разнообразную форму. Вот форму мини. Что же такое мини? Вот форму мини, отдельные вот такие, чтобы было бы самое разное. Значит, это инкубаторы, в которых рождаются звезды. Вот я сейчас буду рассказывать не о самом распространенном сценарии рождения звезды, и вы поймете к чему. Так просто металлически проще рассказывать. Оно понятно. Значит, вот, представьте себе, у вас есть такое газополевое облако с массой, около массы нашего Солнца, где-то, и, соответственно, когда оно находится в равновесии, оно может существовать достаточно долго. Но представьте себе, что рядом произошел какой-то взрыв, например, сверхновые звезды, и пошла ударная волна, которая поджала вот эту область. Давление газа увеличится, и оказывается, что вот это механическое равновесие не очень устойчиво. Если сильно вот эту штуку поджать, газополевое облако, протозвездное, то тогда оно начнет сжиматься, равновесие будет нарушено, и облака начнет сжиматься. И что тогда будет? Значит, если у вас есть вот такая глобала, и если она начала сжиматься, то процесс пойдет все ускоряющимся темпом в начале. Все быстрее, 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 и она будет достаточно быстро схлопываться. За десятки тысяч лет она схлопнется. Но при этом происходит любопытное веще. Значит, если эта глобала вращалась медленно вокруг своей оси, то тогда будет то же самое, что с фигуристом, который вот развел в руки, толкнулся, а потом взвел в руки, то есть сжался, и стал вращаться быстрее, быстрее. Значит, соответственно, по мере сжатия скорость вот этой штуки начнет, осевая скорость вращения, начнет увеличиваться все быстрее, быстрее, быстрее. Точки, которые находятся на всей вращении, вот эти глобалы, они участия во вращении не принимают. А точки на эквадоре вращаются быстрее всего. Значит, там сильнее всего центробежные силы. И эти центробежные силы будут препятствовать сжатию, и даже наоборот растягивать это сжимающееся облако. В то время как на полюсах этого эффекта не будет. Значит, соответственно, облако, даже изначально сферическое, у вас в конце концов превратится вот в такой вот элипсоид. Что будет дальше? В принципе, возможны два варианта. Если скорость вращения исходного облака была не очень велика, то конечным итогом этого процесса будет вот такая вот вещь. У вас будет центральный газовый шар, молодая звезда, окруженная вот таким вот диском, газополевым диском. Значит, если же момент, угловой момент, то есть скорость вращения исходного облака была достаточно велика, то тогда центробежные силы будут настолько велики, что они просто разорвут вот это вот вращающееся облако, и у вас образуются две звезды, которые будут окружены вот такой дискомидной вращающейся оболочкой. То есть так образуются, по-видимому, двойные звезды. Вот теперь, что со всем этим будет происходить дальше. Центральный объект, молодая звезда, то, что называется на экономическом языке, она теряет энергию, потому что она горячая, соответственно, излучает в поверхности. Значит, надо компенсировать эти потери энергии, поэтому этот шар должен начать сжиматься. Когда он будет сжиматься, сила тягонения будет совершать работу, и при этом оказывается, что этот шар находился в состоянии механического равновесия, значит, ровно, ну, почти ровно, половина вот энергии, работы, совершаемой силой тягонения, перейдет в тепло, которое будет нагревать этот шар. И только вторая половина пойдет на то, чтобы компенсировать потери на излучение споединения. Таким образом, вот этот сжимающийся шар будет сжиматься, уменьшаться в размерах, его плотность будет увеличиваться, и при этом будет увеличиваться его температура. Значит, если масса вот такого шара, вот этого центрального объекта оборудованного газополевого дизина будет превышать величину больше, чем одна сотая масса сонда, примерно, значит, ну, понятно, да, поскольку масштабы большие, то расстояние от выходящих единиц, ну, эталонную массу сонда. Так вот, если масса газового шара больше одной сотой массы сонда, то в конечном итоге температура в его центре достигнет величины свыше трех миллионов, и тогда станут возможны реакции, при которых четыре гидратного водорода протона сливаются, образуют гидрокиды. При этом будет выделяться тепло. И это тепло, выделяемое вот такой термоядерной реакцией, сможет уже скомпенсировать потери с поверхности на излучение, и сжатие должно прекратиться. Чего работать? Силитикатин, если можно, не работать. Значит, надо обратить внимание на время вот этого процесса. Значит, вот весь процесс сжатия от облака до того, как в конце концов загорится термоядерная реакция в центре, в этих объектах, значит, зависит от массы исходного облака, сжимающегося. То есть вот, в частности, для того облака, которое породило Солнце, с массой, то есть одна масса Солнца, значит, это время порядка тридцати миллионов лет. А если мы возьмем облака с массой меньше, чем тридесятых массы Солнца, то это время превышает возраст Вселенной. Даже если вот сейчас что-то с такой массой родилось таким образом, то оно еще не успело стать звездой главной последственности. То есть в том смысле, что не удалось в центре зашечься ядерного реакция. И этот объект все еще продолжает сжиматься. Ну, я сказал, что вот тот сценарий, который я вам сейчас описал, рождение звезд, он на самом деле маргинальный, нетипичный, скажем так. Значит, на самом деле звезды предпочитают рождаться группами. Вот та межзвездная среда, которая сосредоточена беззвездный газ, который сосредоточен в плоскости галактики, в том числе и нашей, он на самом деле очень неоднородный. Это как облака. Вот если у вас некая дымка, а на ней видны отдельные более плотные облака. И точно так для звездной среды. Здесь газ со средней плотностью одна частица в кубическом сантиметре, но есть достаточно большие образования с массой до миллиона масс Солнца. Например, вот эта область в созвездии Ориона это все очень темное облако, холодное облако газополевое с массой миллиона масс Солнца, а звезды, которые мы видим, находятся на переднем крае этого облака. Они его немножко подсвечивают. Значит, так вот, это облако имеет плотность в среднем ну где-нибудь десятки тысяч раз больше. Значит, по ряду причин физических это облако разбивается на отдельные сгустки, те в свою очередь на еще сгустки, и в этом облаке начинается интенсивная звезда образования. Каждый вот такой маленький отдельный сгусток он ведет себя так, как я вам это описал. А в результате у вас в области там, где раньше было гигантско-молекулярное облако или какая-то, в результате у вас образуется дырка. Значит, из вещества мирзвездного сформировались звезды, дальше они своим излучением нагревают окружающий газ, строй того, с поверхности, как мы сейчас увидим, происходит истечение из их поверхности, происходит истечение вещества, которое разгоняет вещество в результате стройплощадка, значит, для которой строились звезды, очищается, и мы видим вот такую вот картину. Вот парочка, например, областей вот этого самого звезда позорания, где родилось целое скопление этих молодых звезд, которые раскидали, расчистили газ. остатки этого газа. Но, теперь давайте мы рассказали о том, что происходит с объектами с массой больше, как рождаются звезды. Масло маленькое, давление не очень большое, температура в центре будет не очень большая, и эта температура никогда не подрится выше примерно одного-двух миллионов кильвинов, и ядерные реакции превращения водорода в гелий загореться, пойти не смогут, и никогда не загорятся, так сказать, в полном объеме настолько, что компенсирует потерять поверхность. Но, в межзвездной среде есть изотоп водорода, дейтерий, значит, если простой водород обычный, это просто протон, вокруг которого электрон, то дейтерий это протон плюс нитрон, вокруг которого обращается один электрон. Так вот, этот дейтерий, он загорается, если так, ну, естественно, загорается в термоядерном смысле, в смысле ядерных реакциях, а не в химическом смысле. Он загорается при меньших температурах, и тогда возможны в этих объектах вот такие реакции, когда дейтерий либо сталкиваются либо с обычным водородом, либо ядра дейтерия сталкиваются, но в любом случае получается дейтерия. Разные изотопы, но он делит. Значит, но в межзвездной среде дейтерия в сотни тысяч раз меньше, чем обычного водорода. И поэтому, как бы, надолго этого топлива не хватит, и долго поддерживать светимость эта штука не может, и раз не может, а излучается, она излучается, поверхность, значит, эта штука будет сжиматься. И сжиматься будет она практически вечно. Ну, на самом деле нет, но практически вечно. Вот такие объекты называются коричневые мекарты. Значит, дальше. А если масса газового шара еще меньше, чем вот эти 10 масс Юпитера, то в центре не загорится даже и дейдей. и такая штука должна сжиматься. Значит, ну, есть у планет не нижний предел массы, но об этом, опять же, чуть похоже. Значит, время формирования планеты вот таким путем, вот из первоначального облака с такой достаточно маленькой массой, требует времени больше возраста Вселенной. А это значит, что планеты образоваться так же, как звезды, вот таким прямым путем, не могут. Мы же видим планеты уже давно сформированными. Ну, например, наш. Ну, как же, вот образуются планеты, вот и давайте мы поговорим. Значит, ну, давайте для начала я напомню какие-то сведения. Первое. Вот наша Солнечная система. В центре Солнца дальше идут планеты. Значит, их восемь штук. Как вы знаете, Плутон, девятая планета была разжала из планет, и мы сейчас поймем, почему это. Значит, все эти планеты делятся на две категории. Да, сначала я еще хочу напомнить, что вот, значит, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, ну, ну, и вот он, значит, расстояние от Земли до Солнца, 150 миллионов километров, принято тоже заединить свое расстояние, называется одна астрономическая единица. Значит, от Земли до Солнца одна астрономическая единица. Почему одна? Рокоть. Значит, Итак, смотрим на планету. Эти планеты делятся резко на две группы. Значит, вот, Меркурий, Венера, Земля и Макс имеют твердую поверхность, состоят в основном из кремния, углевого вода, магния, там, кальций, там, все что угодно, а водорода и гелия гораздо меньше. В то время как межзвездный газ, межзвездный газ, и наше Солнце состоят на 75 процентов водорода и 25 примерно процентов гелия. На самом деле, на долю всей остальной таблицы гелия приходится там около 2 процентов по массе. Значит, а мы видим, что вот эти четыре планеты, как говорят, стоят из скальных пород, то есть, имеют совсем другой химический состав, чем у нашего Солнца. Значит, а вот это планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн, Уран и Ютун, они состоят из водорода и гелия, они химический состав, такой же, как у Солнца. Водорода и гелия. Масса Юпитера примерно в 300 раз больше, чем масса нашей Земли. То есть, это действительно планеты-гиганты, параметров в 10 раз больше. Ну, а дальше, вот это самый большой гигант, а остальные гиганты поменьше. Значит, дальше едем. Давным-давно ученые обратили внимание, астрономы обратили внимание на то обстоятельство, что у нас все плоскости орбит планет почти совпадают. Чуть-чуть небольшие наклоны есть, в масштабе чертежа, это даже не заметно. Только вот Лутон, который открыли, 1930-х годов, я не ошибаюсь, сравнительно совсем недавно, значит, только у него была сильно наклоненная армия. Уже это обстоятельство, так сказать, смутило астрономов, и, так сказать, правильная ли это планета, или неправильная планета. В общем, первое подозрение вышло. Значит, еще представляю, в 18-м веке на это обратили внимание, что орбиты всех планет, а вот он тогда вообще был не имеет, значит, вот почему. и тогда же, да, наверное, нет, я еще сначала лучше, прошу прощения, раз что мы начали к построению Солнечной системы говорить, ну, тогда еще лучше. Значит, между газовыми, между газовыми планетами и гигантами, и между скальными планетами, значит, находится поиск астероидов. Поиск астероидов, это, значит, вот такая область, которая состоит из тел, с размером от километра до, примерно, тысячи километров, меньшего размера тела мы засечить, просто увидеть, просто очень трудно, но они там точно, совершенно, конечно, есть. Сейчас, известно, уже более 500 тысяч все время, их все время, все время открывают, их количество будет расти, мимо них пролетали космические аппараты достаточно близкого, Газпро, астероид, это, по-моему, 30 километров в поперечнике, а вот это вот, известно, это больше 100 километров в поперечнике, значит, состоят они из, примерно, у них химический состав, примерно, такой же, как у нашей земли, на поверхности, ну, ясно, что у земли в разных местах, разный состав, где-то железо, например, где-то не знаю чего, значит, в среднем, но в среднем, состав, у них, примерно, такой, то есть, стоят они из скальных породов, дальше, кроме этого, есть еще, в нашей солнечной системе, тела, размером, порядка, километров, десятых километров, которые, имеют совсем другой химический состав, это, кометы, это, ледяные, в основном, это замерзшая вода, ну, и плюс замерзшие другие газы, в которые, вкреплены, мельчайшие пылинки, значит, вот эти самые пылинки, как бы, это, такая вот, грязный снежок, грязный лед, грязный, загрязненный лед, значит, эти кометы движутся, как правило, по вытянутым орбитам, когда они подходят к Солнцу, они нагреваются, с их поверхности происходит испарение газа, и, тогда, за кометы тянется вот такой вот хвост, солнечный, эти частицы, газ отгоняет, и за кометы, на миллионы километров, вот, от этого вот, штучки, всего десятых километров, за ней, на миллионы, десятки миллионов километров, тянется вот такой вот хвост, ну, вот, такую линку, про которую я вам говорил, одна из, была поймена при пролете, она была из хвоста, одной из комет. Вот, последняя картинка, это фотография, знаменитой кометы, Чуевого и Герасименко, значит, около которой, долгое время, летал космический аппарат, по орбите вокруг этой кометы, и, просто наблюдал, по мере того, как комета, приближается к Солнцу, и нагревается ее поверхность, лед плавится, и вот прям прорываются гейзеры, вот эти водяные гейзеры, вот, испарившаяся вода, прорывается, и вот они пьют, вот такие вот фонтаны, то есть, это вот, бывает, мы видим. оказывается, есть и ледяные тела, большего размера, значит, вот, тут, для сравнения, помещена Луна, и Земля, которая состоит из газовых порогов, а вот, смотрите, какие тела были открыты, тут же и Плутон, которые имеют химический состав, примерно такой же, как у Юпитера, значит, замерзший лед, поверхность, аммиак замерзший, ледан замерзший, вот, что составляет их поверхность, значит, эти тела по размерам больше, есть даже больше, вот, Ирида, например, она дольше, чем Плутон, и, на самом деле, сейчас таких тел, уже открыто больше полутора тысяч, они находятся за пределами орбиты Нептуна, и, ну, если мы Плутон назвали планетой, то и это надо называть планетой, но, как бы, вот решили, нет, все-таки образование, другое, на самом деле, о чем мы тоже сегодня поговорим, и было решено, что все-таки, давайте, будем называть планеты Карл, значит, Лайк Томбо, который открыт Плутон, был американец, поэтому против идеи того, чтобы Плутон разжаловать, а в тени все равно выступали американцы, но, в конце концов, это решение было с монетическим союзом принято, и сейчас, как бы, вот, вот это все, называются планеты Карлики, дальше, оказывается, вот эти самые все планеты Карлики, образуют вот такой вот пояс за орбите Нептуна, их орбиты уже наклонены под некоторым углом к основной плоскости всех орбит, ну, плоский земной орбит называется эклиптика, плоскость эклиптика, поэтому, говорят, так вот, и они образуют вот такой более или менее плоский пояс, ну, мы видели, Плутон наклонен, и у остальных тоже наклоны орбиты, которые здесь есть, но, оказывается, что кроме вот этого пояса Пойкера, по имени астронома, предсказавшего его существование, оказывается, вокруг нас, вокруг Солнечной системы, пояса Пойкера, значит, есть еще вот такое почти сферическое облако, состоящее из ледяных глыб, значит, нету из этих ледяных глыб, которые были в свое время захватены Юпитером, и подлетают к Солнцу сейчас, мы видим как камеры, вот эти глыбы мы практически никак не видим, и о их существовании известно по неким косвенным признакам, значит, итак, мы теперь знаем, как состоит Солнечная система, то есть, есть скалистые планеты, дальше идут планеты гиганты газовые, дальше идет Пойкера ледяных тел, и все это погружено в гигантское облако из ледяных комет с поперечником километра, ну, может, десяток километров, которое тянется, вообще говоря, ну, примерно до половины расстояния до ближайшей звезды, оно может быть, было бы и больше, но, если наше Солнце движется в пространстве, и тикотение других звезд, эти кометы воруют, ну, поэтому, грубо говоря, так сказать, вот половина расстояния до ближайшей звезды, вот такой размер, вот этого облака, названного облаком ОООО. Ну, вот теперь сам факт того, что есть планеты и существует, значит, обсуждался уже начиная с восемнадцатого века, ну, и есть две наиболее знаменитые гипотезы образования планет и вообще Солнечной системы, это гипотезы Ганта-Белокласса, это вторая половина семнадцатого века, идея заключалась в том, что есть какая-то газовая туманность, эта газовая туманность, значит, в ней сформировалась центральная звезда, а потом, так сказать, она была окружена каким-то облаком, которое распало по какой-то причине, вот на отдельные статей кольца, и из этих вот колец, и сформировалась наша Солнечная система. Значит, почему это облако плоское, ну, как бы так сказать, почему началась вот эта фрагментация вот этого облака на отдельные кольца, почему эти, как бы, эти кольца в районе, в конце концов, планеты, ну, как бы было непонятно, уровень физики и астрономии того времени не позволял ответить на этот вопрос. В 20-м веке было много чего открыто, в том числе была открыта межзвездная путь, и российскими нашими учеными, прежде всего, Юлия Юрьевича Шмидта и его учеником, Игорем Загиевым Сафроновым, была предложена гипотеза о формировании Солнечной системы из вращающегося газопылевого окла. Это весьма существенно. Сейчас я в эти детали вдаваться, что здесь нарисовано, не буду. Эту схему мы чуть похоже с вами разберем. Значит, вот это вот самое, вот это самое газопылевое, плоское, область вращающаяся, это как раз должен быть тот самый диск, который формируется, когда образуется молодая звезда. Мы же сказали, что образуется молодая звезда, окруженная газопылевым диском. Значит, естественно, этот диск связать с протопланетным диском, про который говорили Канг, Лаплас, Шмидт, Сафронов, ну и как бы другие ученые. Да, действительно, и об этом сейчас пойдет речь. Значит, итак, газопылевой диск. Значит, этот газопылевой диск окружает вот эту молодую звезду, и слои этого диска трутся друг от друга, он вращается нефрадотельно. Значит, слои трутся друг от друга, и частицы из этого диска начинают падать на звезду. Идет процесс, так называемая, акреция. Этот процесс акреции дисков, акреции вещества на молодую звезду сопровождается выбросом вещества. И более того, оказывается, что эти молодые звезды обладают достаточно сильным магнитным полем, которое приводит к тому, что у вас вот это выбрасываемое вещество образует струи. Ну, по-английски джеты. Значит, образует истекающее вещество. Вот эти вот джеты вот здесь на фотографии для молодых звезд приведены. Это вот сильно коррегированные вот такие струи. Там, где эти струи втыкаются в межзвездное вещество, остатки в протозвездной туманности, протозвездного облака, то есть там возникает ударная волна, свечение, вывод, и характерные вот такие вот образования. Вот эта часть направлена куда-то ближе к дна, ну, а эту, естественно, удаляется примерно от нас. Ну, вот фотография тоже другая. У системы это мы видим почти. Вот в плоскости вот такой вот. Здесь вот тоже вот сам диск, сквозь который мы не видим излучение звезды. Вот он темный диск, там, он газ полевой, он весь свет поглощает. А вот мы видим вот это вот стекающее вещество. Значит, теперь мы поговорим о кинематике вещества в диске, то есть о том, как движется вещество в них. И давайте поговорим про тепловую структуру. Эта температура падает наружу. Ну, из-за того, что происходит трение, еще выделяется тепло при акреции, но, как бы мы сейчас про это говорить не будем, а самое главное это излучение звезды, которое нагревает, значит, этот самый звезд. И вспомним о следующем. Мы же говорили с вами, что пылики образуются при конденсации газа. Значит, и этот процесс идет и в протопланетном действии тоже. Действительно. Значит, вот перед вами для разных веществ приведена в табличке некая температура конденсации. Ну, при самой низкой температуре 300-100 кельвинов образуются льды из газа. Водяного, там, углекислого и так далее. Так далее. Образуются, соответственно, кельвинки. Значит, при температуре 300 кельвинов углерод, газовый углерод образует вот пылинки. Вот такие вот, так сказать, ну, снижимые пылинки, значит, графидовые. Ну, и тут дальше кремний, железный микек, алюминий, титан, кальций в таких температурах. А при температуре больше 2000 градусов ничего не интенсируется. Значит, Иван, давайте тогда смотреть, что получается. Значит, в самых ближних к этой звезде областях только газ. Вот где-то здесь, вот где-то здесь, значит, у вас могут образоваться пылинки. Вот здесь могут образоваться пылинки, которые слипаются, значит, мелкие, состоящие вот из этих вещей, которые вот называются скальными породами, условно, роки, да, скальные породы. Значит, видите, оксиды тут и так далее, всякие разные их присутствуют. Значит, а вот дальше, начиная с некоторого расстояния, температура уже такая низкая, что на поверхности вот этих же, вот таких же точных пылинок, уже образуется ледяная мантия из намерзших газ. Вот примерно на расстоянии вдвое больше, чем в расстоянии земли современной от солнца, на расстоянии двух астрономических и в пределах пользоваться непонятно астрономическими границами. Значит, на этом расстоянии уже эти же пылинки окружены мантией из намерзших газов. Вот эта линия, она и называется так сказать, линия намерзания, ледяная линия, как угодно. Ну вот, чисто схематически художник нарисовал. то вот тут вот у нас вообще пыли нет, она вся испарилась, все газообразная. Вот тут вот конденсируется, тут пыли пискальные, а вот тут вот ледяные, как бы белые. Ну, на самом деле, конечно, никто такого не видел, но вот то, что я сказал, это поясняет. Я не слышу, мы быстрее говорим. Ну вот, теперь вернемся к той схеме, которую предложил Шмидт изначально, а дальше уже развил Сафронов Игорь Сергеевич со своими учениками. Значит, вот идея такая. То есть, когда образовался вот этот газопылевой диск, то пылинки под собственным весом начинают оседать и концентрируются, образуют пылевой слой. Пылевой слой в центральной плоскости. Значит, если они образуют пылевой слой, ну, анагины газа, естественно. То есть, раньше все было перемешано, что теперь вот пылинки и осели в этой самой центральной плоскости. Значит, увеличилась, соответственно, вероятность их столкновений. Они начали сталкиваться и начали расти в размерах, слипаться и расти в размерах. Значит, в средней части диска, ну, там где-то пыли, значит, соответственно, у вас будут пылинки сталкиваться состоящие из скандерных пород, ну, условно говоря, ну, то есть, состоящие из кремния, углерода, там, магния и тому подобного. Значит, во внешней части у вас уже будут столкнуться пылинки с мантями, то есть, уже более крупные пылинки. Они более мягкие, поэтому их вероятность того, что они при столкновении не разлетятся, а сольются, или не разрушатся, а сольются, будет больше, чем во внешней части. Поэтому, у вас, как показывают расчеты, за время примерно около миллиона лет, после того, как этот диск сформировался, у вас пылинки будут последовательно превращаться в песчинки, затем эти песчинки будут превращаться в камешки, и, наконец, они дорастут до размера порядка километра. Вот так постепенно слипают. Что будет дальше? Когда вот эти тела примерно километрового размера, значит, которые быстрее всего сформируются во внешней зоне диска, станут планеты зимали, то есть, километрового примерно размера, то у них появится достаточно мощное тяготение, которое начнет на себя тянуть окружающее вещество. И вот, что мы увидим. Тогда мы увидим, что, ну, либо вот на этой картинке, либо вот на этой картинке, тогда мы увидим, что вот образовавшийся зародок планеты вытягивает вещество из соседних областей, и в конце концов, ну, поскольку он расчистит целое кольцо вокруг, он сожрет все вещество, все вещество и будет расти, расти, расти по массе, расти, расти. Так, по-видимому, образовались планеты-гиганты в нашей Солнечной системе. И мы, глядя вот сейчас с помощью самой новейшей аппаратуры, интерферометра Альма, мы видим действительно подтверждение вот этой самой идеи. вот перед вами молодая звезда ТВВ гидры, вот ее название зачем не исчезло здесь, значит, ну, она ТВВ гидра, это точно, значит, вот что видит радиоинтерферометр Альма, он видит некий диск, в центре вот этот центральный област показывает, он не видит ничего, пусто, а работает он в миллиметровом диапазоне, то есть там, где должна звучать пыль, нагретая пыль. значит, и видит вот такие дыры кольца, но вот сравнение того, что мы видим вот этой картинке с нашей Солнечной системой, она побольше, чем наша Солнечная система, то есть абсолютно хорошая звезда, то есть это как раз то, что должно быть вот согласно вот этой вот самой схеме, о которой я вам говорю. значит, когда у вас образовались достаточно большими планетоиды, вот прото-юпитер, прото-сатурн и так далее, он стал захватывать вещество, как я уже сказал, все активнее и активнее, все с большего и большего расстоянием, и масло росло, понятное дело, а какие-то вымыслили, значит, но при этом обратите внимание на следующее, если даже предположим, что изначально диск был плоский, то на самом деле все-таки он имеет некую толщину, а раз он имеет некую толщину, то частицы, которая вылетает Юпитер, вот какой-нибудь там ледяная какая-нибудь, глыб, камешек какой-нибудь, не знаю, глыбы там, размер высокий метр, она может пролететь чуть ниже в плоскости, а может чуть выше, соответственно, она ускорится и будет выброшена, обогнет Юпитер, не попадет прямо на Юпитер, а обогнет его и будет выброшено в космическое пространство. Так вот, все, что Юпитер и Сатурн не съели, вот эти ледяные глыбы, они раскидали в окружающее пространство, образовав вот это самое вот, вот эти ледяные глыбы. Значит, в кометах, вообще говорят, таким образом должно быть вещество, которое было тогда, когда Солнечная система формировалась. Вот именно поэтому ловить плинки хвоста в комет так интересно и так интересно изучено. Значит, что касается Урана и Нептуна, мы размером их поменьше, значит, масса у них поменьше, и они тоже что-то такое выкидывали, но не так интенсивно, и они образовали вот эти вот ледяные тела достаточно большого размера, которые образовали поиску операций. Вот Плутон, по-видимому, одна из вот таких вот объектов, которые были вот таким образом сформированы и выброшены. Ну и, соответственно, неудивительно, что у него есть вот наклон, плоскости его наклоны в орбите, плоскости значит, вот не только раскидывали во внешней области, в том числе за пределы солнечной системы, современной, вот эти ледяные тела и так далее, но в том числе в направлении земли они летели, эти самые тела, и они помортировали сформировавшуюся землю. Значит, и земля, которая сформировалась вот путем такого вслепания вот этих вот пылинок из единых магий и так далее. Она, кстати, была холодная поверхность, но ее вомбардировка, значит, разогрела эту самую поверхность, и она стала вот такая гореть. А потом еще и кометы начали, вот она немножко подостыла, а тут и кометы начали разные всякие падать. Есть такая идея достаточно обоснованная, что вся вода на поверхности земли образовалась тогда, когда поверхность земли уже остыла, и на нее стали падать кометы, и вот этот вот лед, он как бы, так сказать, от комет и образовал наши земные океаны. Ну, в пользователе есть много, так сказать, аргументов, но, правда, есть иконы аргументов, но, не имея возможности на них останавливаться. Кстати говоря, уж так, если зашла речь, недавно, к сожалению, скончалась жена Сафонова, Елена Рускол, которая как раз занималась дипотезой образования Луны. Это совершенно нетривиально образовать вот такое тело, и смотрите, Луна вращается вокруг Земли и сейчас делает оборот зависит. Но из-за приливного взаимодействия она удаляется от Земли. Значит, она была когда-то очень близко. А как можно было родить такое огромное тело так близко от Земли? Кстати говоря, когда вот всякие там ящеры там, всякие эти самые, только-только все начиналось, все, даже еще и до ящеров, я вот не знаю, кто там был, кто там подскажет. Значит, приливы на Земле были колоссальные, Луна была очень близко, и приливные волки, ну и уже десятки метров в высоту. Значит, эти приливы действительно выплескали воздух, вот так вот, из воды они попали на ветер, но я не биолог, тут я вот так бы памятник. Так вот, одна из детей оборудования Луны, которую русскому отстаивало, заключалась в том, что с Землей столкнулся планетуид здоровый по размеру похожий на Марс, вот такой вот, который был Юпитером выпрошен, он стукнул по поверхности Земли, отколол, грубо говоря, кусок, этот кусок превратился в газовый диск, вокруг Земли, и из этого газового диска сфортировалась вода. Ну, это Юпитер всерьез обсуждается, и как бы, на самом деле, у нее есть опять и сторонники противника. Но, опять, повторяю, говорить не могу. Подтверждение неожиданной вот этой идеи о том, что планеты-гиганты расспрасывают вещество из протопланетного диска, стало открытие так называемых планет-бродя. Значит, ну, мы как-то привыкли, что все планеты должны вращаться вокруг звезд. А вот, сравнительно, недавно, 15 лет тому назад, да нет, пожалуй, 15 лет тому назад, были открыты планеты, которые просто себе летят, без всякой звезды в открытом космосе. Вот вам пример одной такой звезды, вот, мультик показывает, как она находится, где она, эта самая планета показана. Значит, вот с одним вот хитром названием. Наблюдали сначала на спицере, космическом аппарате. Это все в далекий инфракрасный диапазон. Значит, возраст этой планеты порядка трех миллиардов лет. Ну, это как-то художе, конечно. Значит, возраст порядка трех миллиардов лет. А температура на поверхности минус 30 градусов Цельсия. Холодная вот такая планета. Судя по паралитрам, по электронам, если нам не считать, что она по размеру похожа на Землю. Она была, видимо, сформироваться из отдельного облака, протозвездного протопланетного облака, она не могла для этого много времени. А вот, видимо, она формировалась здесь, а вот какой-то гад Юпитер местный, значит, он ее, видимо, выкинул вот так вот за пределы, и вот теперь она, сирота, летит себе. Ну, слово сирота я употребил мне зря, потому что, по-другому, то название, которое используют для этих объектов, не только планеты, а бродягины, планеты сиротов. Значит, дальше. Ну вот, если говорить, то вот, еще 20 лет назад, вот, была известна лишь одна планетная система, наша собственная Солнечная система, но за эти 20 лет произошел колоссальный прогресс, как вы знаете, значит, речь идет о том, что удалось обнаружить около, больше трех с половиной тысяч планет вокруг других звезд, экзопланетами, значит, у 614 звезд было найдено по несколько планет, значит, общественное количество экзопланет в нашей галактике, оценка сейчас такова, порядка 100 миллиардов, из которых, тут исчерла одна третья, значит, из которых порядка одной трети, возможно, схожных по параметрам с Землей. Значит, и около одной трети звезд, подобных Солнцу, или в обитаемой зоне планеты, сравнимой с нашей Землей. Ну, тут тогда надо пояснить, что такое обитаемая зона. Значит, вот если у вас есть планеты, они нагреваются излучением звезды, значит, ясно, что Меркурий самый горячий, ясно, что там, Плутон и так далее, ужасно холодно, но, как бы, если говорить о возможности возрождения жизни, формирования жизни, то для этого нужна, как минимум, органическая жизнь, которую мы знаем, нужна вода в жидком виде. И, тогда, значит, это должно быть некоторое такое расстояние. Вот в зону жизни для нашего Солнца, попадает вот такая область, если звезда более горячая, то она прогревает более горою в первое расстояние, вот тут масса звездей где-то полторы, полтора раза больше, чем масса Солнца, здесь вот две массы Солнца, значит, а вот эта половина массы Солнца, звезда, она, у нее вот вода может существовать на поверхности планеты, примерно вот на таком состоянии. Значит, мы видим, что в зоне жизни у нас, в общем, сейчас Земля, Марс, ну, в общем, не дотягивает до зоны жизни, но, может быть, может, в прошлом был немножко по-другому. Это отдельный разговор, опять же, не имеет возможности. Значит, вот такой планетной системы, которая была открыта таким названием пропис, это сокращение от проекта, который ведется вот на этом телескопе. Значит, в телескопчике всего ничего, 60 сантиметров, вот такой, значит, который стоит в Чили, и через интернет управляется из Беки, значит, автоматически шарит, автоматически что-то смотрит, ну, по командному, соответствующему, по нервной программе, значит, и вот он нашел вот такую планетную систему, значит, которая, она называется Трапист-1, она находится в таком тайме 40 световых лет, значит, ну, и, соответственно, в ней было обнаружено 7 планет. Значит, и вот для сравнения солнечная наша система, значит, так что вся вот эта вот система Трапист-7, она находится внутри архиты Меркурия. Она находится внутри архиты Меркурия, и это потому, что вот эта звезда гораздо холоднее нашего Солнца. То есть, в принципе, вот несколько из этих звезд, вот несколько из этих плодей попадают в так называемую зону жизни. Вот там все полно, потому что красные холодные звезды, они обладают очень высокой активностью, они часто происходят вспышки, типа солнечных, очень сильный потоп частиц, и, как бы, так сказать, вот этот вот потоп частиц облучает, ну, радиация, проще сказать, он облучает поверхность планеты, и, в общем, так сказать, возникновение жизни таких условий весьма, весьма проблематично. но на сегодняшний день самая ближняя к нам планета обнаружена вокруг ближайших нам звезды Проксима Центавра, то есть, до нее световых, всего-то ничего, там, около трех световых лет, так что, в принципе, теоретически, можно долететь туда-сюда, посмотреть, но вот эта Проксима Б, Проксима Б, она так правильная, значит, она, как бы, холодная тоже звезда, то есть, существование жизни на ней очень мало вероятно. Тем не менее, значит, мы обнаружили планетные вот такие вот системы, значит, ну, я не имею возможности рассказать про то, как планеты обнаруживают, есть несколько разных методов, но один из них, например, такой, когда планета, когда мы видим, смотрим на систему планетную, чужую, в плоскости планетных орбит, то тогда планеты будут проходить по диску Солнца, и тогда, по диску звезды, прошу прощения, тогда они будут немножко ослаблять блеск звезды. Ну вот, как бы, такими методами было открыто вот сейчас большое количество планет, значит, и колоссальная неожиданность это было обнаружение планет по размерам с Юпитер, или даже, с Максом, например, Юпитер, или даже больше, которые обращались вокруг центральной звезды всего за несколько часов. Значит, напомню, Юпитер обращается вокруг Солнца за 12 лет, расстояние до него вот пять экономических низков, пять раз столкнуть дальше, чем Демлянцева. А тут вот такие Юпитеры, и их стали открывать в каждом году все больше, 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 стали обнаруживать, что да, они так сильно нагреваются звездой, они, за ними тянется вот такой вот газовый хвост, ну понятно, когда тебя получают, очень близко, ну за несколько часов, вы представляете, значит, насколько близко к поверхности звезды, и как такой гигантский Юпитер мог сформироваться? Мы же знаем, что Юпитер-то наш сформировался там, потому что там был лед, были пылинки, окруженные лединками, окруженные ледяной мантией, и поэтому они росли быстро, накопили массу, ну и дальше сказали, как людоедство. Значит, а тут-то как? Каким образом во внутренней области всего ничего отвезли? Ясно, что они образоваться там, эти объекты не могли. Значит, идея заключается, современное объяснение заключается в следующем. Они образовались там, где надо, но, когда они воровали вещество из соседнего газа, то это вещество падало из внутренней области, соответственно, и из внешней на него. И, судя по всему, из этой области падало больше вещества, чем из этой. Ну, скажем так, мы не будем говорить про угловые моменты и так далее. Значит, суть дела. Падало больше, и тогда это привело к тому, что эта планета стала приближаться к везде, мигрировать. И вот в результате этой миграции она вот и домигрировалась до очень близкого расстояния. Значит, после того, как она подошла достаточно близко, тут уже начались приливные эффекты, которые стали ее тормозить, и которые стали ее приближать все ближе, ближе, ближе к планете. Значит, пройдет немного времени, и вот ту планету, которая была нарисована на этой картинке, звезда съест. Она погибла. Может быть, и у Солнца что-то такое было, и вот такой вот Юпитер он, каждый концов, был съеден. Значит, другая интересная вещь, это то, что были открыты далекие Юпитера. Значит, вот перед вами некоторая звезда Фомальдал, Южной Рыбы, если не ошибаюсь. Значит, и вот сделанный снимок в прекрасных лучах в центральной области закрылся специальным экраном, значит, чтобы не мешать. Ну, тут рассеянный свет, но явно видно некое полевое кольцо вокруг. И в этом кольце заметили точку, и эта точка движется. Судя по всему, это планета. когда стали ее внимательнее видеть, я помню, Юпитер 5, то есть, 20 раз дальше, чем Юпитер, она находится, и по размерам она, судя по всему, больше, чем Юпитер. А как она вообще сформировалась? Есть и другие загадки. Значит, вот, например, двойная система. Я вам когда рисовал состоящие из двух молодых звезд, я вам когда рисовал как двойная звезда образования, мы видели, что вроде по картинке у нас должно быть две звезды, которые вот так вот в плоскости вращаются, и вокруг них, соответственно, есть какой-то внешний диск. Так вот, эти вот штуки, каждая из этих звезд молодых, она на самом деле тоже окружена своим диском, протопланетам. Ну, что, в общем, не так удивительно, а удивительно на самом деле то, что мы видим, что эти диски доклонены по-разному. Этот мы видим почти плашмя, а этот мы видим почти с ребра. А вот этот как? Ну, пока непонятно. Все. Спасибо.